Чем серьезнее спектакль вообще, тем больше вокруг него у артистов каких-нибудь позитивных воспоминаний. Либо шуток, либо... Потому что ты очень серьезно, очень тяжелую энергетику, ты ее рождаешь там, на сцене. И нужно откуда-то черпать другую энергию, ты же отдаешь себе. А вот юмор, как раз какие-то шутки, они помогают очень легко восстановить свою душу. Ты начинаешь смеяться, и как-то так все сразу, все легко становится. Знаешь, просто на 6-6 серии, о чем говорить, когда не о чем говорить, да? И после того, как скажу я шутку, мы смеемся, да? Шутка. А вот это уже мастерство. Каждый спектакль, он же разный. Я выхожу на сцену, и поначалу-то как раз в этом спектакле я выхожу в позитивный. В позитивном настроении, очень веселый и радостный. Это потом, в процессе, происходят очень страшные, тяжелые вещи. Ну, это жизнь. И изменения происходят прямо там. И вот, когда я ухожу со спектакля, Иногда я думаю о том, каково было любимым живущим в то время и как. Но, опять же, в процессе все равно. Я не изначально работал в этом спектакле, меня в него ввели. Тут уже была своя команда. Меня очень хорошо приняли, мне очень помогли. И у них тут своя какая-то кухня, которая мне поначалу была нанесена. А сейчас я понимаю, что все так устроено, что даже последняя вот эта финальная режиссерская застройка с видеорядом, с музыкой. Все настроено на то, чтобы зрителя и нас тоже вернуть в состояние то, что жизнь, она не закончена. Несмотря на все страшные вещи, которые в нашей жизни могут происходить, жизнь, она еще не кончилась. И надо жить. Артистка тут нашла сердце. Последи, скажите, с начашкой волковой. Бей, балет, 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 балет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова